Всем привет, с вами канал Всю Китай и сегодня у нас на обзоре очередной SSD диск от китайского бренда из низкой ценовой категории, скорее всего с самой дешевой памятью, но тем не менее. Ну и конечно же это все по приемлемой цене. За 240 гигабайт я заплатил где-то 2200, сейчас он кстати подешевел. Это бренд X-Ray диск называется, с таким брендом я еще не сталкивался, заказал впервые, доставили за пару недель и в общем-то вот он внутри этой посылки. Судя по всему даже в оригинальной коробке для китайских дисков это особо-то и непривычно. Коробка маленько повредилась при доставке, но думаю внутри то что все будет в порядке, потому что диск гораздо меньше чем эта коробка и я думаю то что внутри ничего не повредилось. Здесь у нас указан бренд X-Ray диск, указано то что я купил на 240 гигабайт, по факту у продавца можно заказать там гигов от 60 и выше, ну соответственно чем больше объем тем дороже будет стоить. И здесь также у нас указаны тоже характеристики, серийные номера, SATA 2.5 соответственно, ну то есть эти 2.5 дюйма это маленький диск скажем так и в общем-то больше никакой интересной информации на коробке нету. Ну а внутри у нас находится диск, вот эти характеристики которые видно было через это окошко как раз таки на самом SSD-шнике нанесены и в общем-то здесь они и указаны. Здесь еще есть какое-то место возможно под болтики, либо под SATA кабель, хотя для SATA кабеля маленькая, но по сути это место пустое. То есть имейте ввиду то что если вы именно берете как дополнительный SSD диск, ну точнее жесткий диск допустим переставите как дополнительный, то вам еще нужен SATA кабель. Цена на Алиэкспресс рублей 50. Выглядит он достаточно презентабельно, корпус в отличие от того же Golden Firmin, который я делал обзор пару месяцев назад, здесь металлический, хотя это одна и та же ценовая категория, там пластмассовый, здесь металлический, это уже плюс. Металл чувствуется прям по ощущениям то что тоненький, но тем не менее это металл, это не пластик, соответственно металл получше материал чем пластик. Ну а насчет характеристик, здесь я уже их показывал, вы их видели. Есть также пломба, коробка тоже была там запаяна, я разрезал уже, и здесь пломбы видимо не вскрываете, а то потеряете гарантию. Ну по сути я вскрывать и не собирался, мне главное чтобы он работал. Подключение у нас соответственно с помощью SATA, ну и можно использовать как на 2.0, так и на 3.0, это уже на ваше усмотрение, соответственно на 3.0 будет работать быстрее, на 2.0 будет работать немного медленнее. Касаемо размеров, как я и сказал, это у нас 2.5 дюйма диск, то есть маленький подойдет в ноутбуки, нетбуки, лэптопы и прочее, в общем-то во множество устройств это именно как раз таки для этого и сделано. Ну и также в обычной стационарной ПК вместо своего большого жесткого диска 3.5 дюйма можно смело поставить 2.5 дюйма вот такой вот маленький SSD диск. Ну и хотел бы добавить по поводу объема, указанного объема в 240 гигабайт, по факту в винде будет отображаться меньше, то есть 240 гигабайт не будет, ну и из-за чего это происходит, как это происходит я рассказывать не буду, но оставлю то что написано у продавца. В общем-то там на английском языке, но и без знания языка можно разобраться что к чему. В общем по факту, если говоря кратко, сколько бы вы не заказали, то есть какого объема, не обязательно от этого бренда или от кого-то другого, берете заявленный объем, в моем случае 240 гигабайт, умножаете на 0.93 и получаете уже конечный результат, именно сколько будет реально, сколько будет видно в винде с того или иного диска. В общем-то по внешнему виду и по характеристикам это все, давайте смотреть на что он способен. После подключения нового SSD диска к компьютеру, его система не будет видеть, то есть вот здесь его просто-напросто нету, для того чтобы система его увидела, необходимо правой кнопкой нажать на кнопки пуск, здесь выбрать управление дисками и соответственно распределить ту самую память, то есть здесь опускаемся ниже, вот он черный и написано не распределена. Память, как я и сказал, 223 гига, ну с небольшим. Правой кнопкой нажимаем, создать простой том, далее, 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 готово. И сейчас он будет отображаться в системе. Вот он, новый том, диск D, все в общем-то хорошо, 223 гига свободно и с 223. Для того, чтобы проверить этот диск на работоспособность, можно скачать пару программок, ссылки я на них оставлю на Яндекс.Диск. И соответственно, вот я рекомендую использовать две программы, это соответственно CrystalDisk.info, чтобы посмотреть на сколько раз он включался, сколько он работал и все такое, то есть проверить новый он или не новый и есть ли с ним какие-то проблемы или нету. Ну и CrystalDiskMark, соответственно для замера скорости у продавца есть также скриншот, какая скорость должна быть и сейчас в общем-то я это предлагаю сравнить. После загрузки оба архива можно разархивировать, можно запускать прямо из них, как вам удобнее, я соответственно их разархивировал и в первую очередь буду запускать CrystalDisk.info. Здесь есть версия для установки на ПК, чтобы она была по стоянке, а можно зайти в папку Portable и в общем-то запустить портативную версию. Запускаем и здесь у нас информация по всем дискам, нас интересует диск D и почему-то здесь не отображается температура, что-то к этому я не был готов, потому что, ну я такого еще ни разу не видел, честно скажу. То ли нет датчика температуры, то ли он не успел нагреться, не знаю, ну техсостояние показывает хорошо, число включений два раза, один раз я его включал и раз возможно проверяли. Также у нас здесь общее время работы отображается 0 часов, ну и в общем-то никаких проблем здесь нету, то есть диск нормальный, диск рабочий, вопрос в температуре, то что нет датчика судя по всему, в общем не знаю, я с этим не сталкивался, кто шарит напишите в комментариях. Ну и как видно, системой даже определился какой именно это диск, X-Ray диск, 240 гигабайт, в общем-то все отлично. Ну и теперь запускаем Crystal Disk Mark, опять же здесь есть версия для установки, я буду запускать портативную версию, у меня это версия 7, у продавца скрины IS-6, но я думаю это что не критично, скорость как бы, ну на скорость версия программы влиять не будет, это однозначно. Здесь ставим диск D и в общем-то запускаем тест. Ну и могу сказать то, что показатели скорости даже выше, чем заявлено у продавца, в общем скорость не то, чтобы даже вменяемая, скорость хорошая и это конечно же радует. Также, как многие мне писали в прошлый раз, то что необходимо проверить фактическую скорость, будет она падать, не будет, в общем-то у меня есть два файла, ну это один тот же файл, который скопирован, суммарно на 18,5 гигов. В общем-то вырезаю их отсюда и вставляю на SSD-шник, смотрим на скорость. И вот она стабильность пошла вниз, почти в два раза скорость просела, но тем не менее 200 мегабайт в секунду скидывает и я считаю, что это приемлемо. Вниз она пошла по-моему гигов после 5, ну в общем-то можете пересмотреть запись, ну немного мотнуть назад и посмотреть. Я немного не обратил на это внимания, но по-моему гигов с 5, как раз таки скорость ушла вниз. Ниже она уже не уйдет, то есть дальше будет перекидываться вот как раз таки в пределах 200 мегабайт. В общем забил я диск полностью, запустил Crystal Disk Mark и он отказался работать, сказал то, что на диске недостаточно места, из-за этого пару файлов пришлось отсюда удалить. Но по факту это все один и тот же файл скопированный и забито здесь чуть больше 200 гигабайт. Я думаю, что это вполне достаточно, то есть диск фактически полный. Запускаем Crystal Disk Mark опять и смотрим на скорость, когда диск соответственно забитый, что он сейчас нам покажет. Ну и собственно результаты такие же, как и были до этого, когда он был пустой. То есть по сути ничего не поменялось. Для наглядности вот тест пустого диска, вот тест диска полного, но практически забитого полностью. И то, что заявлено у продавца. В общем разницы нету. Ну и последнее, что стоит проверить, диск заполненный, берем файлик и перемещаем его, смотрим, что у нас будет по перекидыванию, то есть через сам проводник. Скорость высокая, опять же где-то гигабайт до 5 она будет высокая, дальше она 100% просядет. Ну и уже, да, немного она пошла вниз, в общем-то это наглядно видно. Ну и теперь прям стремительно ушла вниз, грубо говоря в половину и пошло все дальше. В общем-то, несмотря на то, что пустой диск, либо заполненный, скорость будет одинаковая. Это конечно же хорошо. Ну а насчет просадок, это есть везде, просто где-то буфер больше, где-то меньше. В общем-то я думаю, что это многим известная проблема, причина не знаю. В общем-то к этому вопросов быть не должно. Подводя итоги, могу сказать, что этот диск однозначно достойный, он стоит своих денег. Вопрос конечно с температурой, проблема у меня или просто у них нету датчиков в этих дисках. Честно, понятия не имею, это стоит мне выяснить. Ну и повторяю, если кто-то из вас шарит, вы можете написать в комментариях под этим видео. Но в целом я доволен этим SSD диском. Повторяю, я его запускал именно через SATA 3, но в дальнейшем он будет использоваться с SATA 2. И даже на SATA 2 скорость будет где-то, ну чуть больше 200 мегабайт, насколько я помню. Это будет в разы быстрее, чем жесткий диск. В общем-то для сравнения я вам, наверное, прикреплю сравнение, то есть как загружается винда с жесткого диска и как она загружается с этого SSD диска на одном и том же ПК. То есть сейчас у меня винда уже стоит, плюс сейчас я поставлю на SSD диск. И в общем-то наглядно вы сможете увидеть и посмотреть. Так что если вы до сих пор не перешли на SSD диски хотя бы для винды, я однозначно вам это советую. Ну и хотел бы еще добавить насчет цен. Цены немного возвращаются на свое место, цены падают и сейчас от этого бренда можно купить SSD диск на 120 гигов. 120 гигов вам хватит для винды и программ смело. Можно купить за 1000 рублей с бесплатной доставкой. То есть это относительно недорого, но в разы быстрее у вас компьютер будет думать, в разы быстрее будет загружаться и решит многие ваши проблемы. Не знаю, я лично вам рекомендую. Где купить такой SSD диск? Ссылка конечно же будет в описании под этим видео. Ну и конечно же жду вас в комментариях. Пишите что вы думаете по поводу этого бренда, по поводу этого SSD диска, вообще по поводу SSD дисков из Китая. В общем-то все ваши мысли пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну а я с вами на этом буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой инстаграм. С вами был Игорь, канал Всю Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока!